Лепс признался, что его родным стыдно за отношения с 18-летней. Аврора Киба надела необычный наряд, удивляет Гришу. Даня Милохин частично ослеп, появилась отмазка, чтобы не служить. Беглого комика Руслана Белого обокрали в Испании. В аэропорту задержана мисс Россия, есть подробности. Уже вторую неделю рэпер Гуф повсюду в новостях. Ну кто он вообще такой? Стыдно очень вообще перед всеми. Стыдно перед всеми, я бы сказал. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе. Четко без воды с вами Жан Содель. Здравствуйте. Родным стыдно за Лепса, за то, что нашел 18-летнюю, признался артист. Тем временем Аврора Киба решила удивить, надела необычный наряд. Шляпу с черепами нацепила, лицо замазала красным. Некоторые испугались, мол, неужели Лепс руки распустил? Тем временем Лепс заявил, что родным его стыдно за отношения с 18-летней, с большую разницу в возрасте. Ей-то 18, ему 62. Вот что говорит стата. Наверное, все-таки испытывают некое чувство дискомфорта. В некоторой степени им действительно обидно за маму и за папу. Так получилось. Я родители Авроры понимаю, окружение понимаю. Они, конечно, в шоке, признался Лепс в интервью Роману Костомарову. И действительно, разница 44 года. При этом у Лепса-то есть трое детей. Три девочки. Одну из них 22, второй 17 и третью 14. Мне интересно, вот сам Лепс одобрил бы, если бы они тоже нашли, так сказать, такого папика. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Здание Милохин частично ослеп. Зрение минус 6. Появилась отмазка, чтобы не служить. Несмотря на то, что физическое состояние у него хорошее, занимается боями ММА. Тем временем появилась информация, что Милохину грозит всего-то административка, если по третьей повестке он не явится в Красногорский военкомат. Милохин до сих пор прописан в Красногорске на улице архитектора Райта. Несмотря на то, что живет в Дубае, приходят повестки. Вот сейчас грозит ему всего-то 30 тысяч российских рублей. Ситуация, конечно, очень удивительная. У меня в Беларуси за откос от армии вообще уголовка, а в России вот так вот все просто. Вполне возможно, Киркоров вопросы порешал и может забыть поцелуи. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Беглого комика Руслана Белого обокрали. Говорит, сходил в бассейн и пропали кроссовки. Хорошо, хоть не трусы. Но он подумал, что мыли пол, куда-то их переставили, но нет. Белой стендапер также сравнил менталитет испанцев и россиян. Говорит, что испанки взрослые красятся, собираются, чтобы люди выйти, где-то там отдыхают в обществе, да. А вот россиянки якобы не следят за собой, просто сидят, смотрят телевизор. Руслан Белый критиковал операцию еще на самом старте. Оно-то и понятно, несмотря на то, что в России он себе сделал карьеру, а родом-то из Чехии. То есть, вполне возможно, корни его тянули. И действительно, получается, что он скорее за разъединение, чем за объединение и за введение всяких заборов и виз. В аэропорту Внуково задержана мисс Россия. София Никитчук ей 31 год, оказывается, увезла к контрабанду ювелирки. Пять лет колонии грозит. Летела она из Ниццы в Россию, транзитом через Стамбул. Говорила, что ювелирка ее именно, поэтому пошла через зеленый коридор. Самой красивой девушкой России Никитчук стала в 2015 году. Есть свои салоны красоты и некие там бренд одежды. Но, видите, на налогах решила сэкономить. Несмотря на то, что жить-то любят дорого-богатые, денег куры не клюют. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Вторую неделю рэпер Гуф из новостей не вылезает. Да кто он вообще такой? Не так давно на днях он прославился тем, что в бане по щам кому-то надавал, а после суда выбил телефон из рук журналиста. Знать не знал, кто это такой. Давайте разберемся вместе. Пишут, что сейчас он в рехабе. Якобы началась ломка на фоне галлюцинации за отмены веществ. Всем салют. Это Леша Гуф с извинениями. Извиняюсь, дай, ты драться. Сотрудниками Нархаминского ПВД. Я не знаю, где я сейчас нахожусь. Сильный перед всем, я бы сказал. Телеграм-канал Мэш пишет, что у Гуфа проблемы с запрещенкой. Кричит, просит, чтобы его выпустили из заключения. Вообще, он, как понял, не поет, а только читает рэп. Но при этом эра не выговаривает. На самом деле, он не Гуф, а Алексей Долматов. В Википедии пишет, что проблемы с законом были еще с 1999 года. Тогда поймали со стаканом дури в трусах и на полгода отправили в бутырку. Прям удивительно, что если СМИ вот сейчас прям с каждого утюга трещат, пишут Гуф-Гуф, Гуф-Гуф. Вот какую новость, не посмотрю, везде про Гуфа, да? Говорит, а то же люди-то, видимо, знают. Вообще, в курсе были, кто это такой? Либо нет, напишите в комментариях. Такие вот новости, друзья. Что думаете о разнице в возрасте Лепса и его избраннице 44 года? Нормально ли это? Или уж дурной пример подает и обществу, и своим-то дочерям? Как вам Даня Милохин? Выходит, плохое зрение, намекаешь, что служить нельзя. Ну и, согласитесь, вгорели бы глаза. Было бы желание. Коррекцию можно сделать. Такие мысли о мисс России. Не знаю, как вы, но у меня уже попутались. Они все на одно лицо, эти красотки. Знали ли Гуфа изо всех щелей новости о нем? По факту это ноунейм. Опять-таки, комик Руслан Белый. Кто это вообще такой? Честно, не было времени у меня на камеди клабы всякие. Я, правда, Галыгина смотрел. Обязательно свою позицию оставьте в комментарии. Любые мысли не стесняйтесь. Пишите. Полная свобода слова, полная демократия. Конечно, оцените видео, чтобы его увидели. Другие подпишитесь на канал. Вместе обсуждаем самые яркие темы. Можете в соцсетях на меня подписаться. Вконтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Ну и поддержать канал, номер, карта и ссылка на Донат в описании под видео. Спасибо уж со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова